Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем спонтанном ролике я вам расскажу, как можно заказать на любимом сайте и немножечко испортить себе настроение. Заказала на сайте iHerb, сайта, с которого сейчас нельзя заказывать в Россию. Можно, в принципе, потому что у меня эта посылка все-таки ко мне доехала, но через сайты-посредники, и я выбрала сайт-посредник BoxBerry. Решила, ну а почему бы и нет, потому что у меня заканчивались некоторые товары, без которых свою жизнь я вообще сейчас мало представляю, но в любом случае, как видимо, скоро все-таки придется их заменить. Начнем с плюсов. Плюс, собственно, один, это то, что я посылку свою все-таки получила. Получила я не полностью, это минус, но посылка все-таки ко мне дошла. Я не являюсь каким-то ненавистником BoxBerry ни в коем случае, я очень часто пользуюсь этой компанией, и давайте сейчас не будем вообще говорить о том, кто хороший, кто плохой. У меня был некий такой интерес вообще, а как дойдет, за сколько дойдет, и вообще, что я, собственно, получу. Я, естественно, начала прозондировать на сайте BoxBerry, как мне заказать посылку с Америки. Все прочитала, все посмотрела, и там у них было четко и ясно написано, что прежде чем заказывать что-то, можно в чат-боте, по-моему, Telegram, можно просто скинуть данные как бы своей корзины, то есть вот вы набираете, да, и они вам говорят, что конкретно можно провозить, а что конкретно нельзя провозить, потому что я сначала хотела заказать мыло, моё любимое, а-ля Amazon оно называется, и на что они мне, собственно, вообще сразу сказали, что мыло таможню не проедет, оно там 0,5, по-моему, там большой объем, они говорят, нет, скорее всего не проедет, поэтому, типа, лучше его замените. В общем, долго и муторно я собирала свою корзину, потому что все-таки хотелось как-то что-то типа побольше, да, нужного всего того, что я люблю. Я заказала свои любимые перчатки для рук, увлажняющие маска перчатки для рук, которые я, ну, действительно люблю, я ими постоянно пользовалась, есть они для ног, есть для рук на сайте iHerb, и я подумала, ну, а почему бы и нет, это не крем, это не что-то в большом объеме, и я подумала, что, собственно, что может быть неправильного. Пакетики, там, по-моему, 10 пакетиков в упаковке. Я скинула корзину в чат-бокс Боксбери, и оператор мне ответила, что, собственно, все таможню пройдет, все хорошо, все мои товары могут быть мне доставлены, и я могу оформлять заказ. Порядка 4,5 тысяч рублей я просто заплатила за доставку. И я была к этому, в принципе, готова, думаю, ладно, хорошо, но потом началось самое интересное. Сказать, что быстро прислали, это вообще не про это, потому что сначала я пару недель ждала, но потом мне прислали сообщение, что у меня есть товар, который не может пропустить таможню. Ну, я не знаю, я прям вот действительно удивилась, когда оказалось, что этот товар, это те самые варежки, вот эти перчатки для рук, увлажняющие, которые, собственно, не имеют никакого, ну, то есть они там, это не жидкость, это не что-то такое там воспламеняющееся. Самое смешное, что в этом сообщении было написано, что если вы хотите вернуть весь заказ на iHerb, то есть когда уже эта посылка была в Боксбери, непосредственно ее iHerb прислал на тот адрес, который сказал мне в Боксбери, они говорят, вы можете, в принципе, вернуть всю посылку, посылку, возврат будет стоить 300 рублей, вы можете вернуть часть, то есть вернуть из этой всей посылки на сайт iHerb только то, что не проходит таможню, соответственно, перчатки, но это будет стоить 700 рублей. Я подумала, почему вернуть всю посылку 300 рублей, а вернуть одни перчатки 700 рублей, думаю, ладно, хорошо, интересно. И был третий вариант, это утилизировать эти самые перчатки, и это тоже будет стоить 300 рублей. Ну, в общем-то, согласилась я на последний вариант, я не стала, ну, потому что 700 рублей это больше, чем 300, я подумала, что это там, потому что еще нужны какие-то документы для того, чтобы вернуть один товар, то есть, соответственно, я должна была связываться с iHerb, потом связываться с Боксбери, в общем, это все. Короче, я решила вообще, что мне заморачиваться не хочется, и я им написала, что давайте, в общем-то, утилизацию. Я буду только рада, если их, правда, не выбросили, а кто-нибудь хотя бы ими воспользуется и получит какое-то удовольствие. И где-то, наверное, еще недели 2-3 я ждала, пока посылка приедет ко мне, она наконец-таки ко мне приехала, и когда я ее открыла, вот честно, я не получила ни малейшего удовольствия. Это была первая посылка за много-много-много-много лет, от которой я не получила никакого удовольствия. И давайте я вам покажу, что я заказала помимо перчаток, которые ко мне не приехали. Это было 2 предтренировочных комплекса. Я уже в тренажерном зале не тренируюсь очень давно, честно говоря. Я сейчас тренируюсь дома, очень много хожу, веду активный образ жизни, но без спортивного зала. Я надеюсь, что все-таки скоро возобновится, уже нормальная погода, и уже как-то не так жарко, чтобы, ну, как-то себя поднять и пойти в зал. Я заказала 2 предтренировочных комплекса. Один я заказала специально для своего друга, выглядит он вот так вот, причем мой друг, он уже его пробовал, он уже тренировался с ним, занимался и сказал, что его просто колбасит вообще страшно. Ну, на самом деле, предтреники, они, собственно, так и действуют. У кого-то мандраж только в руках, в пальцах, у кого-то по всему телу, вот. И я заказала себе другой, я его еще не пробовала, это вкус арбуз. Возможно, вы знаете, что такое предтренировочные комплексы, это вообще такая очень классная штука, которая придает энергии, которая как бы раззадаривает ваш организм, и вам хочется делать больше. Это, на самом деле, очень прикольно, особенно если у вас еще и стимул есть, то это прям вообще вау. Ну, следующее, что я заказала, здесь вот уже маячит вот так вот на заднем плане, это омега-3. Это идеальное соотношение ингредиентов, так скажем, да, состава и правильных пропорций омега-3, которые я у нас в России, ну, как бы видела, но это те же самые фирмы, которые можно найти на iHerb. Заказать на iHerb и заплатить еще там 4,5 тысячи за доставку, конечно, у нас в России, ну, примерно цены вот плюс-минус, они будут как бы такие же, да. То есть, в принципе, сейчас нет смысла заказывать витамины на iHerb, потому что по цене будет то же самое, что вы закажете их, например, в России. Потому что очень многие фирмы, даже фирмы Now, даже фирмы там какие-то там, они есть у нас в России, их привозят, никаких перебоев с этим делом нет. Но если раньше я заказывала на iHerb, по сути, исключительно из-за того, что там были акции, огромные скидки, было намного дешевле покупать. И даже если там какая-то скидка вот эта не идет, все равно было дешевле, потому что доставка там была бесплатная абсолютно в Россию. Но, опять же, все сейчас сравнялось, потому что через сайты-посредники они берут столько денег, что и сейчас уже как бы, ну, можно покупать в России, и это будет точно так же по цене. California Gold Nutrition, вы тоже можете купить у нас в России, вот эти самые лучшие омега-3. У них идеальные 180-120, то есть очень многие омега-3 имеют настолько маленькое соотношение вот этих вот жиров, да, что, в принципе, когда вы покупаете омега-3, вам нужно, по сути, съедать там 10 капсул за раз, чтобы добиться по граммам-миллиграммам вот того, что заложено здесь, собственно, в одной-двух капсулах. Что касается еще омега-3, почему омега-3, потому что, я говорю, у нас в России вообще, если брать какие-то именно российские компании, которые занимаются производством омега-3, это, конечно, вообще вот небо и земля вот с этим, ну, вот серьезно, это не сравнится. Я не знаю, почему у нас российские компании не могут сделать нормальный омега-3. Ты хочешь получить как бы пользу и нормальное количество правильных там микро-макроэлементов и так далее, а получаешь, по сути, пустышку, которую нужно принимать огромными-огромными объемами для того, чтобы получить ту самую пользу, да, то самое вот то, что нужно вашему организму. Поэтому, как бы, я вот беру вот эти вот Real Health, это тоже я смотрела, по-моему, у нас в России тоже они как бы представлены где-то. Kid Smart, это тоже Fish Oil, но для детей. Здесь очень классное то, что здесь 30 таких рыбок, и они очень классные, они очень вкусные. Они здесь, по-моему, один вкус, а вообще я раньше покупала такую большую банку. Больших банок, по-моему, даже сейчас на iHerb нет, их постоянно раскупают. Это вообще одна из самых удивительных, так скажем, историй для детей. У меня дочка с большим удовольствием, я ей сразу сказала, две максимум в день, да, и она вот сама подходит, она ест либо две сразу, либо одну утром перед школой, другую там вечером. Омега-3 это прекрасная такая вещь, которая способна увеличить ваши умственные способности и способна сделать ваше лицо, кожу, ногти, волосы красивыми, блестящими и так далее. То есть омега-3, рыбий, жир, вообще это просто потрясающе, потрясающие такие, это даже не витамины, это такая добавка, да, которая, собственно, вообще нужна абсолютно всем, независимо от возраста, пола, там, не знаю, просто и собакам, и кошкам, и животным, и всем вообще вот просто рекомендую омега-3, потому что очень на многие процессы в организме влияет. Дальше, что взяла я, это эритритол от марки Now, у них новая почему-то упаковка, я раньше покупала, она была такая оранжевая, ну как обычная для Now, вот, они почему-то поменяли. Это очень классный эритритол, который не имеет никаких привкусов, никаких там запахов, то есть это максимально крутой заменитель сахара. Он реально похож на сахар на 100%, он имеет нулевую калорийность, его можно на кето-питание, его можно на похудение, его можно просто куда угодно. И в выпечку, и в творог, и я его в компоты добавляю, то есть я варю компоты, ну как, не варю, а как, довожу до кипения компоты для дочки, для своей, то есть я не добавляю туда сахар, ну зачем мне как бы лишний сахар, да, и ребенку моему. То есть я как бы варю, то есть получается в ягодах там есть фруктоза, я считаю, что добавленного сахара в таких вещах быть не должно. Единственное, что, конечно же, хранится такая, и такое варево намного меньше, чем обычные компоты с добавлением сахара, но в общем-то лучше почаще приготовить, чем, ну, лично для меня. Вот, эритритол это очень классно, можно купить в наших магазинах, но я посчитала, что если это мой последний заказ на iHerb, то пусть эта вещь здесь присутствует. Дальше очень я любила покупать, вот эту, кстати, первый раз беру, а так вообще очень любила покупать на iHerb различные пасты именно для ребенка. То есть если, например, да, собственно, как бы и для нас тоже я постоянно покупала на iHerb, но что касается именно детских зубных паст, там они классные, они прям очень вкусные. То есть если у нас даже взять какие-то детские зубные пасты, они все очень химозные, там, ну, самое главное, да, это вот химозный какой-то запах, химозный какой-то вкус. Понятно, что все, конечно, кричат, что типа они абсолютно безопасные, в общем, я не знаю, я ни в чем уже в этой жизни не уверена, в общем, ну, не суть. На iHerb представлено огромное количество зубных паст для детей, которые натуральные, которые классно пахнут, которые не бьют в нос вот этим химическим своим ароматом, и они действительно очень классные, поэтому вот я решила взять вот такую вот, ну, классную, что вот она сейчас стоит, у нее пока та не закончилась. Потому что в тот раз я заказывала ей огромное количество паст именно с iHerb, и у нас их еще, парочка еще есть, и вот я заказала еще одну, думаю, ну, ладно, пускай будет. Вот, и как раз-таки вот три Кока Кеа, это масло розмарина, это то масло, которое я использую и для волос, я добавляю его в аромалампу, яркий такой насыщенный аромат, качественное, хорошее, то есть здесь вот стопроцентное, то есть оно не разбавленное, оно очень-очень классное, вот я три штучки его себе приобрела. В общем-то, вот такой вот заказ iHerb у меня получился, пишите, будете ли вы заказывать, или, возможно, уже заказывали, или, возможно, есть какие-то компании, которые не занимаются таким обдираловым. Но, в любом случае, я не отчаиваюсь, ничего страшного, как бы, всем этим товарам есть замена, и, как бы, ну, как бы, что происходит, то происходит, никак повлиять мы на это, естественно, не можем, поэтому вот как-то так. Так, пишите, понравилось ли вам такое видео, как бы вы поступили на моем месте, может быть, отказались бы вообще от всей посылки и вернули бы все назад, на место, в общем. Все, всех люблю, целую, до следующего ролика, пока-пока!